Этот дом по программе «Молодая семья» можно назвать самым старым долгостроем в Каспийске. Шутка, ледольщики ждут заселения уже более 12 лет. Семьи давно переросли статус молодых в ожидании своей квартиры. Дом, фундамент был заложен в 2003 году. Вот с тех пор этот дом строится, и, пожалуйста, посмотрите, сколько ушло времени. Уже, можно сказать, тем людям, которые были первыми пайщиками этого дома, уже пора даже поженить своих детей, если вот так взят. 108 молодых семей потеряли статус молодых, ожидая аж с 2005 года своих квартир. Подрядчик построил три этажа и напрочь забыл о доме. Как выяснилось позже, руководитель проекта, по словам дольщиков, путем махинации присвоил 190 миллионов рублей, которые являлись первоначальным взносом владельцев. Строительстве дома остается непонятно многое. Например, обнаружившаяся, по словам жильцов, поддельная документация с несоответствующими данными. Квадратура завышена в два, а то и в три раза. То есть, по факту там... По факту подали документы поддельные в правительство Российской Федерации, подали поддельный отчет. Потому что якобы квадратура больше. Якобы квадратура больше, почти уже сданный дом. И выделили, естественно, субсидии не выделяются, пока дом не будет уже готов. Выделили субсидии с федерального бюджета в три раза больше, чем положено. У меня 35 квадратов, квартира однокомнатная. Мне положено было по моему документу субсидия в 210 тысяч рублей. В отчете написано, что у меня квадратура 77 квадратов, и субсидию я получила 722 тысячи рублей. Эти отчаявшиеся люди 12 лет назад взяли кредиты, продали квартиры, дачи, чтобы оплатить квартиры в новом доме. Они поверили в президентскую программу и прогадали по-крупному. Вместо этого приходится скитаться по съемным квартирам и ждать чуда от причастных к их проблеме. Вложили наши дети, вложили деньги, когда копейки занимали, живут на квартирах. То, что в президентской программе, то, что положено было, не выполняется. У моего сына был один ребенок, мальчик, а сейчас трое детей. Мы надеялись, чтобы он в этом доме жил, а остались в дураках. Все эти годы обманутые дольщики жаловались во все инстанции, а подрядчик, в свою очередь, игнорировал все обращения. Мы были в УБП, мы были у нас в городской администрации, обращались в совет старичин, обращались в прокуратуру. Но везде нам сказали, куда бы вы ни писали, что бы вы ни делали, это письмо придет к нам, мы решаем. Строительные работы возобновились в 2015 году. Новое руководство обещало, что дом будет сдан в 2016 году. Но ни тогда, ни в последующие годы дом так и не был сдан. Руководство молодежных жилищных программ сменяло друг друга вместе с обещаниями. А проблема так и не решалась. Теперь и новый директор Мурат Качукая уверенно говорит, что в скором времени строительство долгожданной панельной роскоши будет завершено. И уже немолодые участники семейной программы наконец получат свое жилье. И Минфин, кстати, сегодня не может нам дофинансировать эти денежные средства, которые были похищены, по той простой причине, потому что у них нет такой возможности, они не могут обоснованно эти денежные средства нам выделить. Потому что ранее эти денежные средства были выделены, их похитили. А тот, кто его похитил, он еще как бы на свободе, и вины на нем этой нету. Поэтому мы в любом случае ждем исполнительного листа. Как исполнительный лист будет вынесен в отношении Агаева Ислама, тогда, я думаю, что у республики не будет проблем изыскать нам денежные средства для завершения этого дома. Дом в любом случае будет завершен. Просто я не могу назвать точную дату начала работ и, соответственно, точную дату завершения работы. Я думаю, что в ближайшие недели вопрос... Он с мертвой точки уже сдвинулся. Остается только верить, что в скором времени лед все-таки тронется. Этот новый срок не превратится в очередные 10 лет томительного ожидания. И доведенные до отчаяния уже немолодые участники программы наконец получат свое жилье. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Касписк».